16 апреля в Ялтинской гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета имени Вернацкого прошли третьи ялтинские научные чтения. В этом году темой научно-практической конференции стала история России и Крыма. Прошлое, настоящее, будущее. События, которые произошли в 2014 году, коренным образом изменили жизнь всех крымчан. И наша гуманитарно-педагогическая академия не осталась в стороне. Естественно, мы активные участники всех процессов, которые сегодня происходят и на политической арене, и, естественно, в учебной деятельности, поскольку это основная наша задача, наша миссия – обучать наших молодых людей, давать им путевку в жизнь. Конференция была приурочена к столетию Крымского федерального университета. И день ее проведения совпал с символическими датами, связанными не только с историей Крыма, но и со всей Россией в целом. Сегодня особый день, поскольку 16 апреля для ялтинцев – это день освобождения Ялты от фашистских захватчиков. И сегодня город празднует этот день. Ну и, кроме всего, самое главное, наверное, это то, что все наши конференции, все наши события, которые проводятся в нашей академии, приуроченные столетию создания первого высшего учебного заведения в Крыму. В этом году темы конференции были обширны, начиная от истории Ялты и заканчивая новыми подходами и источниками в изучении исторических процессов в России и Крыму. Со своими докладами блистали не только именитые ученые полуострова, но и молодые специалисты, приглашенные с материковой части страны. Я приехала с докладом о документах, которые связаны с жизнью одного очень важного для Крыма человека, важной фигуры. Это Марфа Степановна Савинина, которой была очень интересная судьба и большую часть ее жизни прошла в Крыму. Родилась она в Германии, точнее, родилась она в Дании. И большую часть ее жизни первая значительно прошла в Германии, и далее она переехала в Крым. Конференция позволит создать научно-методические пособия для студентов и более детально разобраться в вопросах, связанных с историей Крыма и России. Антон Бизик, Руслан Хохлов, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Руслан Хохлов. 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 Продолжение следует...